Всем привет! Сегодня продолжение ролика про игроков неожиданно рано ушедших из баскетбола, причиной ухода которых не стали травмы или возраст. Напомню, первую часть завершил рассказ о талантливом Брайане Уильямсе и его трагичной судьбе. Переходите по ссылке в описании или по подсказке, кто не смотрел. А мы продолжаем. Эван Тернер Возвращаемся буквально на год назад. Эван Тернер провел довольно долгую карьеру в НБА, 10 лет. Другое дело, что он даже близко не подошел к звездному статусу, который подразумевает выбор под вторым номером драфта. Он приходил в лигу из колледжа в качестве готового игрока, который должен был сходу вписаться в баскетбол НБА. Универсальный свингман с отличными навыками плеймейкера, способный закрывать несколько позиций. Но даже Леброном для бедных Тернеру стать не удалось. Два полузвездных сезона Филадельфии в начале десятых, наверное, лучший период в карьере игрока. Итак, в миссезоне 2020 неожиданно для всех 31-летний свободный агент подписал свой новый контракт уже не в качестве игрока, а в роли тренера. Он вернулся в Бостон, где ранее провел два сезона, став одним из ассистентов Брэда Стивенса. Для игрока, который на протяжении карьеры считался отличным товарищем по команде и обладает тонким пониманием игры, тренерская работа стала логичным продолжением карьеры. Даррен Коллисон Коллисон никогда не выделялся суператлетизмом, скоростью или габаритами. Но это не помешало ему не только закрепиться в лиге, но и на протяжении большей части карьеры быть стартовым разыгрывающим команд, за который он играл. Несмотря на то, что НБА не испытывало дефицита на этой позиции. На протяжении 10 лет карьеры Коллисон поддерживал стабильно высокий уровень игры, без претензий на уровень матча звезд, но и без видимых провалов. Его средние показатели по карьере – 12,5 очков и 5 передач при отличном проценте попадания с любой дистанции. Тем более парадоксальным выглядело его решение завершить карьеру в 31 год. Стартовый разыгрывающий «Индианы» стал свободным агентом летом 2019 и претендовал на хороший контракт, однако, к всеобщему удивлению, объявил об уходе из баскетбола за пару дней до открытия рынка свободных агентов. По его собственным словам, он никогда не думал, что завершит карьеру так рано, но сделал выбор в пользу семьи и веры. Дело в том, что он является сторонником религиозной организации «Свидетели Иеговы», так как мы на ютюбе, на всякий случай скажу – запрещенной в России организации. С тех пор прошло уже больше двух лет и периодически возникали слухи о его возможном возвращении, и тут я должен был сказать, что с каждым разом эта вероятность все уменьшается. Однако буквально перед Новым годом Колесон вернулся, подписав 10-дневный контракт с Лейкерс. Правда, эта остановка стала очень короткой. Вообще, в связи с пандемией в НБА происходит много интересных вещей, и уже несколько ветеранов получили шансы возобновить карьеру. Стефан Марбери По факту, карьера у Марбери получилась очень продолжительной. Он играл на профессиональном уровне до 41 года. Но нас главным образом интересует его путь в НБА, а тот этап его карьеры получился очень неоднозначным. Причем практически с самого старта. Стефан после драфта оказался в Миннесоте и был счастлив попасть в команду Кевину Гарнету. Они выводили Тимберлус в плей-офф два года подряд, но уже на третий сезон агент Марбери потребовал обмена для своего клиента. Официальная причина – желание игрока быть ближе к семье и друзьям. По сообщениям же одних репортеров, Марбери хотел перейти в команду с большого рынка, чтобы иметь больше возможностей для бизнеса. Согласно другим, ему просто не нравилась Миннесота и более того, он завидовал статусу и новому контракту Гарнета. Как бы то ни было, разыгрывающего обменяли в Нью-Джерси, где он впервые попал на матч звезд и дважды в третью символическую сборную сезона. Правда, на результаты команды это особо не повлияло. Затем было три сезона в Фениксе и еще один обмен, на этот раз в родной Нью-Йорк. Середина нулевых – темные времена в истории Никс, в которых Стефан принял активное участие. В сезоне 05-06 он враждовал с Лэри Брауном, что привело к увольнению последнего. С пришедшим на смену Айзе и Томасом у Марбери тоже возник конфликт, говорят они чуть ли не дрались в самолете. Третьему тренеру, Майку Дэнтони, для реализации тактических схем в команде был нужен распасовщик по типу Стива Нэша, который был у него в Фениксе. И подписание Криса Дюхана повлекло за собой новую порцию слухов относительно будущего Марбери в Никс. Дюхан стал стартовым, а Стефан по ходу сезона вообще был отстранен от посещения тренировок и игр команды. В итоге, к моменту вылета из лиги, когда-то звездного разыгрывающего помнили скорее по его 24-часовому стриму, в котором он плакал, отвечая на вопросы подписчиков, и ел вазелин, нежели по его игре. Как позже стало известно, в тот момент игрок находился в тяжелом психологическом состоянии и даже думал о суициде. Дело в том, что помимо всех скандалов на баскетбольной площадке, за короткий промежуток времени, фактически друг за другом, умерли три человека, которым он всегда мог обратиться за помощью. Первый тренер, который научил его играть в баскетбол, дядя и отец. Марбери кардинально изменил свою жизнь, уехав в Китай в 32 года. Там он стал тем, кем должен был становиться в НБА, суперзвездой и кумиром болельщиков. Взял три титула с Beijing Ducks, удостоился памятника при жизни, а с 2019 года тренирует. Пол Аризин Легенда после военного баскетбола, лучший легкий форвард 50-х. Играя в эпоху медленного нападения, бросков двумя руками от груди, Аризин, можно сказать, стал одним из новаторов, привнеся в игру то, что мы называем джамп-шот. И уже на второй сезон в лиге стал самым результативным игроком, параллельно атакуя с хорошим процентом. В девяти сезонах подряд он набирал по 20 и более очков за игру, опять же во времена, когда эта отметка покорялась буквально пяти-семи игрокам. Пол имел по тем временам редкое сочетание хорошего броска, атлетизма, дриблинга и жесткой защиты. Все 10 лет карьеры он вызывался на матч звезд, дважды становился лучшим скорором и, наконец, чемпионом в 1956 году в составе родной Филадельфии Warriors. Стоит отметить, что ему не помешали ни хронические проблемы с дыханием, ни вынужденный отъезд на службу во время Корейской войны, которая отняла у него два года карьеры в самом расцвете. В свой последний сезон Аризин набирал по 22 очка, делал почти 7 подборов и отдавал по 2,5 ассиста за игру в возрасте 33 лет. Обходясь без серьезных травм по ходу карьеры, можно было предположить, что его ждет еще как минимум пара-тройка сезонов на высочайшем уровне. Но он решил по-другому. По окончании сезона 61-62 в Warriors переехали в Сан-Франциско, где базируется сейчас. Аризин не захотел уезжать из родной Филадельфии и принял решение завершить карьеру в НБА. Латрео Спрюэл Спрюэллу на момент ухода из баскетбола было ни много ни мало 34 года. Поэтому сказать, что он ушел рано, будет не совсем корректно. Но то, что неожиданно, это точно. С другой стороны, учитывая уровень его игры, провести еще 2-3 сильных сезона Латрео было вполне под силу. Для многих имя Спрюэлла в первую очередь ассоциируется далеко не с его игрой, а с инцидентом, когда он чуть не задушил своего тренера Пиджея Карлисима в раздевалке. Однако, его карьера не ограничивается этим постыдным эпизодом. В составе Голден Стейта, который выбрал его на драфте под 24 пиком, Спрюэлл трижды съездил на матч звезд и с новичком Крисом Вебером выводил команду в плей-офф. А в те годы, знаете ли, для Warriors это было настоящим событием. Талант игрока никогда не ставился под сомнение. И даже после случая с тренером, дисквалификацией до конца сезона и аннулирования контракта, без команды он не остался. Нью-Йорк предложил ему долгосрочное соглашение и именно там он был ближе всего к чемпионству. Вместе с Патриком Юингом, Алланом Хьюстоном и другими, Никс дошли до финала в 99-м. В 2001-м, там же в Никс, он съездил на свой четвертый и последний матч звезд. А дальше была Миннесота. В сезоне 03-04, там тоже подобралась очень интересная команда. Вместе с Сэмом Касселом и Кевином Гарнетом, они стали самым результативным трио регулярки, что позволило Тимберу взять первое место на западе. Но в финале конференции их остановили Лейкерс. Тем же летом, Спрюэл выдал свою знаменитую фразу. «Почему я должен помогать им выигрывать титул? Я рискую, а они ничего для меня не делают. У меня семья, которую нужно кормить». Как ответ на предложение Вулс о продлении контракта на 3 года и 21 миллион. Отыграв в Миннеаполисе еще год, Латрео, так и не получив более привлекательного для себя предложения, просто-напросто закончил карьеру. Что касается его дальнейшей судьбы, то буквально через полтора года его гражданская супруга, с которой у него было 4 ребенка, подала на него в суд после расставания. А сам игрок, заработавший за карьеру как минимум 100 миллионов долларов, чуть было не остался банкротом. А на этом у меня все. Теперь десятка в полном сборе, очередной топ закончен. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok